Прежде это был один из самых густо-населенных районов города. Столые кварталы и общежития, бараки и коммуналки. Тихо сейчас здесь, но причиной нашего появления на метизной площадке стала информация о том, что кто-то тишину эту решил нарушить. Что в бывшем общежитии, где жил когда-то легендарный директор калибровки Лев Стоббе, гремят станки. Выяснилось, что здесь за дело принялось предприятие СКОН по любовному согласию правления калибровочного завода. И вот вас, как директора крупнейшего в России, скажем так, калибровочного завода, вот тот факт волнует, что появляются люди, которые занимаются в принципе тем же самым, но гораздо меньших объемах. Например, вот Валентин Валентинович Романенко. Ну, я бы не сказал, что меня это волнует. Меня это волнует приятно, я бы так сказал, что появляются наконец в России люди, которые так чего-то хотят, чем-то заинтересованы, активно работают и добиваются своих целей. Вы знаете, что такое метизная площадка и кому она сейчас нужна. Поэтому, когда находятся люди, которые дают ума этим всем помещениям пустующим, и дают еще полезную и нужную продукцию, продукцию, которую сегодня покупают, то этому можно только радоваться. Чем может помочь крупнейшему метизной промышленности российскому предприятию маленький СКОН, в штате которого едва ли не 15 рабочих единиц? Да все дело в том, что производство вот такой высокотехнологичной продукции по силам только крупному заводу. Но бытие россиянина определяется еще и насущной потребностью в таких изделиях, выпуск которых по силам лишь небольшим разворотливым предприятиям, способным мгновенно найти свою нишу, как ласточка-гнездо. Скажем так, в последнее время завод делает свои шаги, мы делаем свои шаги, позиции сближаются. Конечно, есть... Шаги навстречу или вместе в одну сторону? Вместе в одну сторону. Как, люди потихоньку перерождаются. Ну, как-то жизнь заставляет, тем более ситуация такая, скажем так, ой-ой-ой. Был опыт у меня конструирования машин, занимался спортом, горами занимался. Ну, так, что буду, как сейчас говорят, предпринимателем, производственником, в общем-то, до 90-го года у меня, в общем-то, в мыслях не было. Ну, а потом, благодаря Левину Игорю Юрьевичу, который меня втащил, скажем так, в это дело, вот, которому, в принципе, я до сих пор благодарен. Может быть, я, правда, это оценил не сразу, но оценил. Ну, и дело пошло. Этот выдувной автомат способен выдать на гора до 500 канистр в смену. Потом в них зальют тасол и латекс. Но посмотрите, в качестве одного из компонентов – одноразовые шприцы, которые сотнями тысяч выбрасывают на городских свалках. Сюда же их привозят из больниц, благодарные за утилизацию завхозы. Гвозди, крышечки, спортивные тренажеры – все это на бывшем употреблении оборудовании. Вместе с подсобниками в пятером весь объем производства и обеспечивается. А это предмет особой гордости изобретателей из СКОНа. Согласно личной творческой инициативе директора Романенко, агрегат по производству тасола был установлен вертикально. Закон всемирного тяготения позволил отказаться от нескольких насосов, которые стоят на аналогичной установке горизонтальной в городе Салават. Кстати, и работают здесь посменно всего 16 человек. А вот на родственном предприятии в том же Салавате и с такой же мощностью 200 тонн в месяц трудится в два раза больше людей. Ваше предприятие, оно сориентировано, насколько я понял, на компактное, в общем-то, малоэнергоемкое, малометаллоемкое производство, но максимальное производство. Я прав? Да, мы стремимся к тому, чтобы у нас рабочих работало как можно меньше, а производство было как можно больше. Ну, аксиома. Ну, в пятером обслуживают вот такой объем, это тоже проблематично. Ну, не спорю. Вот как раз сегодняшний случай, что вечером сломалась машина, там какой-то проводочек отпаялся. До утра люди работали, чтобы восстановить и запуститься. Потому что, как сказать, ну, рынок требует. Они мне должны утром сказать, какое было производство. Меня не волнует. Работал машина, не работал, мне нужно производство. Потому что есть заказы, надо выполнять. Владимир Владимирович, когда Вы начинали, в общем-то, свою трудовую деятельность, изобретая и собирая свой первый автомобиль, Вы думали о том, что, в принципе, Вы будете заниматься в итоге производством сложно, с технологических линий и изделий? Нет, в то время я не думал. Мне просто это очень нравилось, собирать. Хотя, вот, я должен сказать, что вот первую машину я собирал два года, с копейками там. И на сегодняшний день я отмечаю, что вот это мне дало, ну, какую закалку. То есть бить в одно место, медленно, плохо, иногда есть такое желание все бросить. Ну, ну, и так, иногда. Закалило. По крайней мере, я знаю, что дела быстро не делаются. Особенно крупные дела. Их надо бить, бить, и в конце концов добьешь. Никогда в партии не были? В партии не было. А в комсомоле? Был момент. Не собираешься ли вы вообще отдать свои какие-то симпатии в будущем какой-то партии? Нет, я бы хотел провести себя. Членом конкретным? Нет, членом партии я не хочу стать никакой. Потому что считаю, что бизнесом, производством надо заниматься. Не отвлекаясь.